дмитрий день добрый как там у вас дела в универе прекрасно в невере у нас как всегда хорошо хорошая погода вокруг универа но и надеюсь что вокруг всей москвы всей родины нашей необъятный пора признаться что мы находимся в одном помещении да уже и когда в каком-то непонятном виртуальном кафе да знаешь я сегодня прибор купил да как измерение качества там продуктов там нитраты да и сначала он тарирует тарирует надо показывать на фоне себя так он еще вот он тарирует и давай мы тоже проторируем тебя и ты скажешь какие у тебя позиции были а я тебе объясню почему ты все дело неправильно но у меня была спекулятивная позиция в аэрофлоте да ты помнишь и озвучивал именно как спекулятивную потому что ну не очень понятно было зачем ему сразу будет сильно ниже 60 до если цена размещения ниже 60 и соответственно очень уж красивая пятиволновка вниз было да и соответственно по 60 в районе до близком уже к 60 в конце пятой волны падающей ну как-то по технике руки чесались покупать что я и другой взгляд был форум форум с костиным и просто было бы неприлично если в этот момент ушло бы ниже 60 слишком но оно все равно ушло понимаешь а потом когда форум кончилось ушло да вот но кстати тоже известно она же сначала попробовал немножко вверх а воно вниз так называемый перелой в моей терминологии называется перелой ну как бы лоу да соответственно классифицированная версия перелой но аналогично перехай вот но в общем был не очень красивый перелой да потому что после довольно длинной такой палочки длинного боковика это всегда не дальше непонятно что будет но я продолжал верить в отскок и он к счастью произошел хотя вот как был ненормальный перелой был да также с длинным боковиком в начале также ненормальная все и вернулась туда куда должно было быть по фибоначчи пары трейсмента фибоначчи туда же все и отскочила внутри одного дня фактически вот но радует то что да у меня цели было отката до вверх ну вот он соответственно исполнился вчера но конечно но не вполне понятный история хотя нет ну как история понятно да не понятно почему весь рынок до настолько был оптимистичен сегодня совсем оптимизма нет такой в штатах общем был не такой европе вчера там компании american ирлайнс дельта ирлайнс да ну на самом деле да на на вакцине конечно улетела все что касается такого пассажирского транспорта до туризма улетела очень здорово вот но в аэрофлоте то просто была еще одна тема дает плавно плавно можно двинуться то что более широко касается нашего рынка и не только аэрофлота да есть еще одна компания интересная в этом плане смена в министерствах соответственно руководитель аэрофлота приходит теперь занимает ранг министра ну определенные надежды психологически да в общем это в пользу компании вторая похожая история наверное гораздо более сложная тема просто потому что сектор сложнее это минэнерго и соответственно если раньше там был александр но кто теперь приходит человек который очень долго работал в русгидро шульгинов посвятил уже я уж не знаю основная часть карьеры но по крайней мере в электроэнергетике точно и с одной стороны вроде бы это плюсы для русгидро другой стороны это может быть вообще плюсом для электроэнергетики в целом конечно есть риск что зарегулируют да но с другой стороны я кажется что наоборот уходит риск того что зарегулируют неправильно да то есть все таки интересы отраслевых отраслевых игроков будут наверное учтены в большей степени при том или ином при той или иной разработке там концепции развития отрасли плюс фактически еще ну перед перед уходом да перед тем как стали известны новости русгидро заявил что выплачивать теперь от 5 миллиардов дивидендов ежегодно и главное что главное до готова эту цифру рассматривать ну на среднесрочном периоде то есть не только вот по итогам этого года соответственно это сразу поднимает их доходность с района там четыре с половиной на район семь с половиной я же по текущим ценам и вот мне русгидро и раньше нравилось плюс это все-таки одна из тех компаний которые ну явно относятся все-таки к зеленым да если если только не случится там через сколько-то лет какая-то такая хитрая завиральная история в попытках ограничить там как-то еще на на российский например компаниям давить или на китайские и не скажут что гидроэнергетика это на самом деле вовсе не зеленая потому что она разрушает там рыбные ресурсы и там вредит там почвам если чему-нибудь еще иск там искажает естественный ландшафт что теоретически возможно потому что в общем но возможно не так сильно почему потому что в штатах например гидроэнергетика не доминирует но она по абсолютному размеру там очень большую роль играет поэтому чтобы так грубой в ближайшее время не верю поэтому среднесрочно для меня до концепции рус гидро это однозначно зеленая энергетика она готова теперь платить среднесрочно обозначенную фиксированную дивидендную минимальную сумму комфортную да в общем на уровне средней по рынку за прошлый год и в среднем так может быть там чуть чуть хуже чем по отрасли но буквально на уровне там базисных пунктов поэтому прекрасная история с потенциалом роста 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 выработки потенциальный рост и дивидендов и вот мне история нравится может быть будут и входить в нее те компании которые теоретически при президентстве байдена могут грубо говоря многие фонды до могут постепенно там течение года полутора-двух лет начать смещать фокус сторону зеленой энергетики опять же там зеленых проектов зеленых зеленой экономики и так или иначе станет тема опять немножко чуть более модная поэтому среди рай придут новые деньги на россию до исходя из этого но внутри денег пришедших на россию может происходить некая такая релокация тогда грубо говоря у трус гидро будет одной из тех компаний которые станут бенефициаром ну это меньше это касается заканчивается меньшим подпунктом кучу собран сна сна где 2 да политика один раз ее как-то так подубили немножко еще истории с доп эмиссии какой-то ничтожной микроскопической ну вроде бы сейчас обещали доп эмиссии не проводить пока и сумму в дивидендах обозначили то есть мне кажется среднесрочная идея класса у меня тут об андрея до этого был мурманского интервью я пытался разобраться в плюх плюсь он или в минусе и вот пытаюсь разобраться и не понимаю в плюсь его позиции минусе а в конце в конце он не прислал сообщение что-то ты сегодня был дерганный потому что ты пытался разобраться он скажет и в плюсе вообще или минусе я не дергался я not по аэрофлоту в итоге в плюсе да но просто плюс был получился совсем небольшой ну примерно как расчетный да только если от нормировать это на то что был пересижен убыток который вроде как не должен был получаться в конце 5 заходил но я рассчитывал на то что если заходил по фьючерсам да в основная позиция была вход по фьючерсам я для себя решил что ну рано или поздно он куда-то подорожает то есть это была ставка на то что рано или поздно пандемия кончится и либо я вхожу технически забираю первое движение по уровню фибоначчи просто на отскоке по технике то есть это район 64 рублей либо я просто получаю это был декабрьский фьючерс либо я просто получаю бумагу ну к счастью там это как бы история покрытая была деньгами поэтому и сижу уже как ставка на то что ликвидируется коронавирус ну вот да сработала в итоге техника хотя я уже начинал сомневаться и собственно боялся будет такая некая сползающий боковик превратиться ну окей я нисколько не сомневался а тоже акции людей сумасшедших ты правильно сказал она же в этом году как застрелила симат спона процентов кто может в этой акции остаться если акция может на симатом процентов в день вот самые такие вот да но я в итоге не остался да я по стопам то закрылся она чистостью потайк потайк профитом до едва лота вручную случайно давай давай мы интервью наше структурируем а то что перебежали с работы на разгидрует разгидра да чё у нас аэрофлота тем исходный понимаешь красивый да и там и там было движение там и там из руководства компании люди стали министрами поэтому есть некая общность общность я же не против что значит значит дальше даже если аэрофлот будет расти а я жду дальнейшего роста как ни странно в район 78 80 ну не сразу конечно то ты в этом уже не будешь участвовать тебе чанки об этом я в этом участвую теме той частью которую набирал еще вот на нападающем рынке весной там небольшая совсем доля но тем не менее это вот то что совсем прям в долгую куплено там с целью когда-нибудь будет больше чем ты назвал там в районе 90 когда будет тогда и выйдем то есть это чистая ставка была на восстановление после коронавируса ну как бы не вижу смысла особо закрывать просто потому что как бы деньги особо не нужны и непонятно насколько резким может быть дальше движение восходящие просто в силу того что если сейчас хорошо сочетаются высокие темпы распространения инфекции и темпы подготовки вакцин вот одна как бы вчера выставил понятно что до реальной вакцинации это еще далеко но тем не менее и первая и вторая причина они говорят все-таки в пользу того что ну на горизонте например полугода действительно риски могут связаны с коронавирусом существенно схлопнулся и тогда может быть очень хороший в таких компаниях рост а потом когда двадцать втором году перевозки значительной степени восстановится покупать уже будет поздно потому что цены на аэрофлот другие акции этого сектора могут быть не такие уже при этом одержу поэтому держу а вообще-то вот это вот волна ты не заинтриговал пятая волна я вообще-то не верю не верю во все что она там показывает что будет дальше я тебе как-нибудь расскажу просто это опасно это опасный трейдинг но это знаешь как вот приходишь в казино там выпало 15 раз красные да и ты думаешь ну 16 раз точно черные да хотя это вообще никак не вот но внутри то это же очевидно вот реально 5 5 это у меня даже на работе только шутка есть что вот александр увидел 5 5 ну это технически действительно работает часто просто тут еще важно управление позиции да потому что если это не сработает я это одном из вебинаров рассказал если это достаточно чтобы один раз это не сработало чаще всего если это не срабатывает то это 5 5 не сработавшие уносит тебя очень хорошо ниже там процентов на 10 еще например ниже это соответственно ты по частотности словно говоря у тебя 6 сделок прибыльных 1 убыточная но это убыточная в силу того что ты работаешь на малую величину отскока по фибоначчи да там либо первый уровень либо 2 у тебя вот это одна убыточная уносит сразу на 10 сделок вниз поэтому это не очень хорошая стратегия но она позволяет чувствуется причастность к рынку я использую только тогда когда я хочу купить какую-то бумагу в долгую и вот тогда если я вижу что формируется пятая падающая волна когда я захожу объемом который я хочу купить почти всем на на нациях на спать и еще как добираю оставшийся объем и спекулятивную часть на фьючах но никогда это не там то есть реально плеча плеча это вообще никакого там не возникает а может там полпроцента плеча от совокупного портфеля то есть я в этом наигрался с точки зрения на форсе война фьюд на этих форексах еще еще до кризиса первого поэтому это чисто так вот ну для интереса а вот эти вот волны они не показывают куда дальше пойдет аэрофлот нет нет она показывает в моменте какую-то вот какую-то форма понятно а вообще вот у нас был минимум в этом году в районе 41 там 51 там 08 она и 2 сказал минимум аэрофлота ним дошел до того тренда который вот если тянуть там еще до кризисных времен там есть такой тренд у него все время был мин минимум на 37 по моему и он туда кольнул вот и потом соответственно сейчас это да в районе там 40 с чем-то ну и вообще у тебя и одна часть уже есть аэрофлота есть какие-то уровни парафлота интересные как ты можешь усилить позицию аэрофлот по 10 рублей слушай аэрофлот но это хорошо сказал я боюсь что к аэрофлоту к моменту когда аэрофлот будет по 10 рублей уже во всем остальном тоже будет настолько усилена позиция уже будет страшно усиливать аэрофлот по есть рублей поэтому скорее да давай лучше не будем оказывается ты считаешь что вот это вот первая цель выполнена роста да и дальше ты out of market и просто будешь смотреть вот когда у тебя 90 что продаку часть она сейчас пойдет попадет вниз то какие бы сладкие цены не были тебе это не интересует принципе вот я даже сейчас пытаюсь раз уж ты сказал я пытаюсь в моменте надеюсь что зрители простят я пытаюсь в моменте построить прямо график я тебе скажу где где я бы где я поставлю take profit на аэрофлот еще один ты знаешь он кстати вот не дошел до в марте туда хотя как раз нам там и поставил вот take profit будет у меня стоять на 40 46 и 2 как ты профит я имею ввиду отложенный отложенный приказ я наверно неправильно называют живая как там или либо и лимит или buy стоп не ходил просто у меня в к веке это это можно реализовать через установку take profit на покупку соответственно вот понятно понятно я не спрашиваю большая у тебя не большая до доля работа в портфеле нет нет вот сейчас я скажу от акции 1 одна сороковая одна сороковая по поводу русгидра значит замечательно ну значит ты так болеешь значит я понял что они у тебя тоже портфеле есть русгидра а русгидра примерно три сороковых на две но учитывая то что ты говорил ближайшие годы и так понял что ты не собираешься так избавляться нет 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 я как-то ну сейчас такую концепцию подошел что надо какой-то портфель акции иметь как бы всегда но не как акция как участие в бизнесе просто это комфортно дело там где либо очень активно растущий бизнес либо там где есть доступ к финрезу через дивиденды потому что иначе не очень понятно от сон игра газпром вроде бизнес такой неплохой вроде да и а как-то непонятно как получается последние вот воды вроде как какие-то дивиденды начали появляться это вот поэтому тут сожалению дивиденды очень важны поэтому да если будет право куда-то там проседать значит можно добирать будет просто какие-то объемы которые ты подобрал она ушла вверх можно частично сдать и я так обычно и делаю то есть не то что постоянно набираешь 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 но в целом наращивать позицию можно меня что пугает мы просто раз обсуждали где помощь в реале там акции типа mail.ru яндекс там и ты там говорю что конечно там они могут удвоиться у троица если не будет большой попы вот но вот это вот конечно в плане его долгосрочное инвестирование вот это вот большая задница она меня сильно напрягает знаешь меня тоже но она и всех напрягает просто она напрягает у меня уже очень много лет и ну и и надо хеджировать надо хеджировать ее нужно как-то можно продажей фича на ртс можно покупкой путов да можно покупкой сишки да то есть но по-разному кто как может еще тут сложно очень усиживать да и соответственно не крыть маленькую прибыль по хеджу да и дальше не ловить гигантского лося по основной позиции плюс ну опять же да вот то что началось этой весной казалось бы что это будет нечто вот все да все и в итоге я например много много покупок не сделал который мог бы сделать и у меня много много бедов которые стояли ниже не исполнились потому что ну в общем наверное как бы и тогда примерно я догадывался но это было невозможно заставить себя реализовать что когда появилась красная строка что не ограниченные куе то надо все риповать и все покупать сразу вот но понимаешь довольно трудно было там это сделать потому что ну а вдруг а вдруг не хватит вдруг неограниченного куе будет недостаточно вот это сейчас понятно что это очевидно тогда это не было вот так очевидно вот тем более если отсылаться там еще к истории восьмого девятого годов то мог быть еще один тот самый перилой наверное нет именно потому что неограниченные куе но мало ли понимаешь вот поэтому с другой стороны и не продавал там да и получается что не очень понятно а вот где-то грань когда вот начинается там гигантский медвежий трендом в 2008 год или хуже того какой там 28 год я думаю что мы все равно рано или поздно конечно придем к новому какому-то 28 году просто потому что проблемы тоже модернизируется модифицируется и не всегда находится решение для для них даже с учетом там того что и правительство и центробанки готовы впрягаться но это не знает что не надо инвестировать вообще у меня просто акции мало у меня акции четверть от портфеля даже чуть меньше в основном облигации у тебя да в основном облигации в принципе не очень длинные поэтому я грубо говоря могу именно потому что я боюсь да что мы можем оказаться в такой негативной ситуации сейчас я боюсь что немножко меньше я просто думаю что вот сценарно я скорее готов склоняться к тому что мы придем в некую аналогию вот там как вел себя индекс например и сантит с 70 по 75 год вот что-то такое может быть да то есть волатильные среднесрочные быковики вот это действительно есть такой риск и в принципе например если мы видим систематический рост налоговой нагрузки в штатах то это может быть и вот и такой сценарий но сначала я думаю что мы увидим стимулирование может быть как раз вот сочетание стимулирования с налогами потом вынужденный рост например рост ставки они могут вот приводить к таким вот среднесрочным трендом но в итоге все равно я думаю что все кончится разгоном инфляции поэтому скорее всего на горизонте мы говорим о долгосрочном инвестиции на поэтому на горизонте там где-то 78 лет и соответственно все равно лучше быть в акции все равно придется быть в акциях да а поскольку сейчас их немного и они платят дивиденды неплохие то это позиция мне кажется логично 20 25 спасибо большое дмитрий ты даже закашлялся я вчера кашель мне сказали надо пройти срочный тест на коронавирус после чего вот так что опасно кашлять скажешь люди тебе диагнозы мне тут уже поставили пупочную грыжу потом какие-то паразиты избавляться все что есть пять людям раз медицинский справочник листают и и пишут пишет вернику на туда пойти сюда пойти кто-то сделать так что ты не кашляет ну что всем тогда желаем хорошего настроения хорошего вечера и успешной торговли все